Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам три забавные истории из моего опыта работы, из моего опыта работы преподавателем. Видео называется Трудные студенты. Но на самом деле это просто трудные ситуации, ситуации, в которых я, как преподаватель, не знала, как реагировать и что делать. Думаю, вам, как студентам, будет интересно узнать, что на уроке не только вам может быть трудно, и нам, преподавателям, тоже бывает трудно. Сразу хочу сказать, что в этом видео я не жалуюсь на своих студентов. Вообще, мне везёт со студентами. У меня никогда не было проблем или конфликтов со студентами. Истории, которые вы сегодня услышите, довольно безобидные. Если вы ожидали услышать что-то ужасное, вы будете разочарованы. Итак, первая история называется Умный Джордж. Конечно, Джордж это не настоящее имя. Все имена в этом видео будут не настоящие. Итак, это было много лет назад. Я ещё была студенткой и уже начала преподавать. Я преподавала первый год. У меня была группа уровня А2. И уже на первом уроке я поняла, что один из студентов, Джордж, знает русский язык лучше, намного лучше, чем другие студенты. И, конечно, после урока я сказала ему. Джордж, вы знаете, я думаю, что ваш уровень B1, и вам лучше пойти в другую группу. Это будет эффективнее, полезнее и интереснее. И Джордж ответил. Да, я знаю, но группа B1 занимается в другое время, и это время мне не подходит. Поэтому я решил ходить в вашу группу. Ну, хорошо. Я была уверена, что скоро Джорджу станет скучно и он бросит занятия. Я ошибалась. Джордж был самый ответственный студент в группе. Он не пропустил ни одного урока. Всегда делал домашнее задание. Тогда в чём проблема, скажете вы? Проблема в том, что Джордж каждый раз исправлял ошибки других студентов. Да, он знал русский язык лучше, чем другие. Он слышал, когда другие студенты делали ошибку. И каждый раз, когда другие отвечали, он перебивал их и говорил правильный вариант. Я уверена, что Джордж хотел как лучше, что он хотел помочь другим студентам. Но вы понимаете, что никому это не нравилось. Я знаю, что я как преподаватель должна была поговорить с Джорджем, объяснить ему, почему так делать не нужно. Но, как я уже сказала, я была очень молодая и неопытная. Кроме того, студенты были намного старше меня, и я боялась быть невежливой или грубой. Поэтому я только говорила, Джордж, сейчас не ваша очередь, подождите, пожалуйста. Но Джордж не слушал и продолжал исправлять каждую ошибку. Вот так. Так что, если вы студент и вы занимаетесь в группе, пожалуйста, никогда не исправляйте ошибки других студентов. Преподаватель сделает это лучше вас. История номер два называется Активная Аманда. Это тоже было давно, много лет назад. У меня была группа начинающих студентов. Очень хорошая группа, кстати. Мне очень нравилась эта группа. И Аманда была блестящая студентка. Аманда использовала любую возможность, чтобы попрактиковать русский язык. И, например, в начале каждого урока я спрашивала, какие новости? Что вы делали в выходные? Что вы делали вчера? И у Аманды всегда были новости, всегда был готов ответ. И это замечательно. Но проблема в том, что Аманда молодая, красивая, незамужняя девушка, и у неё была очень бурная личная жизнь. И несколько раз на уроках перед всей группой она открыто рассказывала. Если честно, это было довольно неловко. Другие студенты не знали, как реагировать. Я тоже не знала, как реагировать. С одной стороны, студентка практикует русский язык, говорит по-русски. С другой стороны, кажется, никто не хотел это знать. Да. К счастью, атмосфера в группе была очень приятная, очень дружелюбная, поэтому иногда другие студенты просто улыбались. Но если вы студент и вы занимаетесь в группе, имейте в виду, что, может быть, не стоит рассказывать всё о своей личной жизни. И, наконец, третья история. Хуан, который хочет спать. Да, у меня был студент, который всегда хотел спать на уроках. И, может быть, вы думаете, что это не проблема. Я сама, когда была студентка, несколько раз спала на лекциях. Но у Хуана были индивидуальные уроки. Представляете? Один на один. И Хуан всегда засыпал на уроке. Я очень беспокоилась. Я думала, может быть, ему скучно. Я готовила игры, интерактивные задания. Урок был максимально динамичным. Ничего не помогало. Хуан всё равно хотел спать. Его глаза закрывались. Несколько раз он чуть не уснул. И логически я понимала, что Хуан хочет спать не потому, что ему скучно. Я знала, что у Хуана трудная работа, что он очень много работает и устает на работе. Кроме того, у Хуана были маленькие дети. И дома он тоже уставал. И я думаю, урок русского языка было место, где он мог отдохнуть, не думать о работе, не думать о детях. И, наверное, его организм просто расслаблялся и засыпал. Но я не знала, как реагировать. Я, кстати, до сих пор не знаю, как нужно было реагировать. Я, как я уже сказала, старалась сделать урок динамичным, чтобы у Хуана не было времени закрыть глаза. Но, кстати, один раз я спросила у моей коллеги, что бы она сделала в этой ситуации. И она сказала, пусть спит. Пусть студент спит. А ты подожди. Может быть, нужно было сделать так. Я не знаю. Как вы думаете, что бы вы сделали на моём месте? Надеюсь, что вам понравились мои истории. Кстати, я хотела сказать вам, что многие студенты боятся сделать ошибку и из-за этого боятся говорить. Некоторые студенты даже говорили мне, «Ой, Мария, я делаю так много ошибок. Наверное, вам трудно со мной работать». Или «Наверное, вы думаете, что я глупый». Нет, это не так. Как видите, сегодня я не говорила о студентах, которые делают миллион ошибок. Я не говорила о студентах, которые задают много вопросов. Потому что ошибки, вопросы, повторения — это нормальный учебный процесс. Поэтому не бойтесь делать ошибки, не стесняйтесь задавать вопросы. Всё это абсолютно нормальная практика. И для нас, для преподавателей, это не трудно. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам хорошего дня и до встречи в следующем видео. Пока!